Всем привет! С вами я, принцесса из Молдаванки. Наш с вами блог Те Люди. Я стою на улице Родоначальницкая, улице моего детства. Сейчас здесь сделали ремонт лестницы, по которой можно нормально пройти даже бабушкам. У меня есть проект, такой арт-проект, как сделать из этой улицы привлекательный туристический объект. Я хочу сделать здесь серию муралов с лицами или какими-то ценами из градоначальников Одессы того времени, которые любили город, любили не на словах, а в действиях. Делали для него очень много хороших вещей, в том числе за свои средства. Мы с Алексеем Шкуратом со студии Pitch просчитали стоимость этого проекта. Одни ворота будут стоить 250 долларов. Здесь где-то около 10 ворот, себестоимость проекта около 2000 долларов. И зато пиар получит человек на всю Украину. И эта улица может стать такой новым туристическим центром на Молдаванке. Ищу мецената, меценат найдись, а мы поможем тебе все это реализовать, пропиарить. И сделаем хорошее дело для нашей любимой Молдаванки. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня пятница, замечательная погода на улице, солнышко светит, птички поют. Весна скоро. Учится, чтобы этот год нам подарил новые возможности для реализации крутых творческих проектов, которые будут улучшать имидж нашего города. Потому что нужно не только ремонтировать дырки в асфальт окну и дырки в головах. А дырки в головах можно поремонтировать только благодаря креативным новым арт-проектам, чтобы на стенках были не наркотики, реклама, а искусство. Всем здравствуйте, мы на Молдаванке. Улица Градоначальницкая. Встретили бабушку, которая счастлива, что ей наконец-то сделали лестницу. Расскажите о своих впечатлениях. Шикарно. Одним словом, шикарно. Спасибо ему большое, конечно. Вы знаете, кто ваш депутат, да? Благодаря кому? Да, нашему депутату. Это же он делал нам. А как зовут его? Я не помню. Может, и напомнить мне, может быть, но я не помню. Василий Владимирович, если я не ошибаюсь. Да, Василий Владимирович. Вы подписывали общественный бюджет? Участвовали в этом проекте? Нет, мне никто ничего не говорил. Не, не говорили вам? Нет, я просто увидела в интернете этот бюджет, понимаете? И хорошо, что он взялся и сделал. Мы хоть можем здесь ходить, пожилые люди, держаться, спускаться, подниматься. Вообще молодец. Спасибо ему большое. А вы живете здесь, на этой улице, да? Я в 47-м номере живу. Ну, я вот иду. Пенсию получила, деньги потратила. А на что потратили? Ну, вот, бачишь, все, что надо. На жилье, на всякую, на аптеку. Тяжело выживать вам на пенсии сейчас? Ну, дочечка, 2 600. Как ты думаешь, можно выживать? А вам это помогает? Дети, внуки? Дети помогают мне очень. Мне дети помогают очень. Они платят за квартиру, продукты покупают. Так что вот так выживаем, бабушка. Не было бы детей, никто не могли бы выжить мы при такой пенсии. Ладненько, все, записали. Да, спасибо. Пожелайте всем хорошего дня. Конечно, хорошего дня. Большого здоровья. Здоровье самое главное у нас. Самое главное у нас сейчас что? Здоровье. И здоровье. Хорошее настроение. Ну, настроение у бабушки всегда хорошее. Замечательно. Спасибо. У нас всегда с хорошим настроением. Спасибо. Так, ну, надо, чтобы нам было хорошее настроение. Ну, а как иначе жить? Иначе не выживешь. Да. Тем более, 78 лет, доченька, 79-й год. Как? Согласна. Ну, мы за деситы. Ну, да, мы всегда на позитиве. Ну, вот еще.